всем привет друзья с вами вадим 2к хаос мы играем сурвайвл просто просто сурвайвл орда автологию да кстати этот вы вышел же трейлер сурвайвл хаоса в доте я дай а мне чел написал я думал уже можно играть я даже убедил андрея скачать доту мы пошли записывать оказывается трейлер объявил о том что когда-нибудь возможно тот же человек делает интересно не знаю я можно звучит только обещающе не разбирался в этом вопросе так кто вообще есть с одной стороны серега предательский понятное дело с другой но вот кстати я хотел уже придумать оправдание почему я конкретно к тебе об барак ну на самом деле я его придумал потому что от ужаса уже нет часа я спросил уже не где он он грит снизу поэтому я выбрал пассивку на ранний на ранних юнитов наверх но дополнительно наверху поэтому приходится делать барак вниз блин уже захватил здание убедила ли вас убедил ли вас поэтом ас но короче я уже вполне логично ты сверху уже захватил зачем тебе а как-то не очень у меня понимает одна дряда всего на первом и втором бараке выходит пассивка надряд какой-то отстой получается не вот выбрал бы сам да не не я просто как-то не думал в этом ключе никогда а реально получается пассивка надрядами не за счет того что их больше не больше выше дальность атак и хорошая магическое сопротивление да дальность ну-ка где дряда 600 реально офигеть да не просто если у тебя не будет сильный юнит ну представьте авторуале будет сильный юнит но он будет выходить там раз в час так смысле обычный стрелок на пешке и еще одна дряда пойдет я понимаю но в смысле что на первом бараке же 1 2 милишника на втором бараке 3 в этом плане да то есть например ты сдвинешь на вторых винит то их выйдет в четвертом три все 3 улучшенных винта а в 4 бараке плюс один раньше и есть или нет нет плюс 1 милишник стой я этот самый то есть получается на втором бараке 3 милишника да кстати это я тоже никогда не думал вот с такого вот вадим не тоже барак что ляпан вадимige так не работает блин так это отстой получается то есть реально на втором бараке три медведя. Ну, на третьем бараке хотя бы они примерно сравниваются. То есть, по сути, мне надо, типа, побольше третьих бараков иметь. Что-то такое. Что-то вроде. То есть, на втором бараке даже СиДжей больше, чем рейнджей. Всех. Только магов столько же. Ну да, магов столько же. Ну, рейнджи копятся. Причем очень хорошо, особенно триады. Не, ну понятно. Не, ну в смысле, если футмен с большой атакой будет просто выходить и наваливать, и лучше танковать-то. Блин, что, Дима захватил оба здания отстойно, блин, я 75 голды из 300 получил. Сейчас Сереги наваляю с горя. Я отобьющишь, наверное. Надеюсь, нет. Давай, пацаны. Он насыпал еще. Ну, кстати, надряд-то не особо насыпалось из плюсов. Ну, быстро добьются. Мне тебе больше, скажу, надряды находятся вне рейнджа башен обычно. Почему? Нет, сейчас. Наваляют у него. Нет, то есть они будут бить только в барак. В барак будут их доставать. Да не, ну ты че, там не такой же радиус. Они хиляются, как проклятые. О, у башни-то 600-900 радиус. Башни дальше стоят. Но не настолько. Настолько. Это че это? Это Вадим ко мне отправил и экстра юнитов, а еще и отправил второй барак? Какой экстра юнитов? Ты че? Ну, дряда, это разве не экстра юнити? В смысле? Дряда, это знамена рейнджей. Мы обсуждали, сколько рейнджей выходит. Я о своем думал. Бусерен же очень внимательный. Да. И тут просто сложно сконцентрироваться, сурвавали. Надо постоянно отвлекаться на одно, на второе, там, типа, control-1, control-2. Грейт нажал. Да. Нажал alt-tap, потом еще раз alt-tap. Как Андрей, надо смотреть в какую-то сторону, чтобы в тебя все лучше было. Блин, и сверху Женя напал. И че меня осаждаетесь-то? Наш город осаждает Женя. У меня вариантов не было. Да как у тебя нет вариантов, Женя? Ты можешь не нападать на меня. У Жени мотивация, знаете, в херовых фильмах, типа, я должен был. Ну, собственно, меня экстра юнитов идут. Я не могу отбиться на первом бараке от экстра юнити. Уровень херовых сценарий. Тебе нафиг уж. О, у меня есть идея. Можно играть в сурвайвл и параллельно играть в этот, в Донетке. Как вам такая фишка? Ну, там, короче, я рассказываю... Я из Донеток знаю только Ронеток. Женя, это не то, чем надо хвастаться, прямо скажем. Вот. Короче, фишка Донеток. Я рассказываю какую-то странную историю, типа, вот что-то, что-то произошло. И вы задаете мне вопросы, на которые я могу ответить, да, нет или неважно. Хотя игра всего лишь Донетки, а не... Да, 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 да неваженетки. Ты, по-моему, сам все дорываешь. Да. Ну, блин, в смысле, я не говорю, я же не говорю, что я фанат Ронеток, Женя, так что я... Так вот, а вы должны угадать, что за история. Ну, что на самом деле произошло. Ну, попробуем, давай. Блин, правда, я уже забыл клевую фишку какую-то. Сейчас надо вспомнить. Ну, у меня в телефоне, конечно, есть, но там какие-то очень странные истории. И вообще, получается, Донетниважнетки. Ну, да, Донетниважнетки. Так, оценить. Сейчас, нет, не буду. Блин, что-то вот было клевое, но я, правда, не помню. Ну, самое баянистое про аквалангиста, я думаю, все знают, да? Конечно. Ну, что, типа, аквалангиста... Ну, блин, ну что, ладно, вы не знаете этот баян? Типа, аквалангиста нашли в лесу в костюме, типа, что произошло? Ну, это, наверное, знаете. Нет. Нет, супер баян, да ладно. Ну, Серега-то можно меня троллить. Ну, не, да, подожди, я никогда не слышал про такое. Блин. Слушай, ты, мы с такой интонацией, да не, я реально никогда не слышал. Ну, давай, Села, давай. Ладно, давай. Ну, вот история, короче. Аквалангист, ну, в костюме, там, в маске, там, все дела, лежал в лесу. Он умер с самолета? Что произошло? Блин, Серега, ты, нет, это просто первая мысль, которая у меня в голове. Я возникла, серьезно тебе говорю. Да, блин, иди ты на фиг, ты меня троллишь. Не, серьезно, я никогда не слышал. Если я отгадал с первого раза, так я вообще мастер этой игры. Я серьезно тебе говорю, никогда не слышал. Видимо, я отгадал, короче, давай дальше. Да, видимо, угадал. Блин, у меня была клевая тема, но я ее забыл. Так открываешь, Лихманин? Неплохо. Сейчас, день рождения. Ну, ладно, давайте еще один баян. Пройдемся по всем баянам. Смотрите, Дженни отметила свой день рождения, а через два дня ее сестра-близнец отметит свой. Как такое возможно? Очень долгие роды. Мама долго тужилась. Ну, вот да, хороший ответ. Нет? Она не два года рожала. Ее сестра-близнец, короче, или Женя, были в космосе, и там из-за сдвига времени два дня вообще потерялась, да? Ну, а там с 29 февраля никак не связано? Может быть. Да, кстати, скорее всего. А как ответить на твой вопрос, да или нет? Дима, я не знаю. Ну, смотри, одна родилась 28 февраля, там 23-55, а вторая родилась 1 марта, там 0-05. Ну и? И высокостный год они как бы празднуют через день. Ну да, это халява. Блин, была клевая тема, сейчас надо найти. Блин, надо было подготовиться. Что ж ты? Да мне только сейчас пришло это в голову. Так, давайте. Я времена не играю, мне барак сносит. Давайте, короче, я дотеряю. Счеты нифига себе не нормально. А, не на мид поставил. Хорошо. Охренеть, я там армия. Женя, апни на мид барак, чтобы Дима себя чувствовал не такими. Нет, спасибо. Я очень кляну. Или я к тебе барак апну. Давай, выбирай. Либо ты апнешь на мид, либо я к тебе апну. Апай, аппай, аппай, без проблем. Я на мид аппу барак. А я к тебе? Ты чё? У вас прям стратегия какая-то, серьёзная. Не, ну просто Дима меня не... Что, Вадим? Нет, ну если ты, Вадим, не можешь найти, можем найти в интернете, да нет. Да не, я могу, но просто они странные. Я помнил хорошую, но забыл. А я, кстати, помнил, что мы что-то в такой играли как-то, но там реально такие есть неадекватные. А, во-во-во-во. Правильные. Давайте, давайте, вот это, она странная, но может быть забавная. Всё свободное время Том проводит в метро, хотя ему не нужно никуда ехать. Почему? Он работает в метро. Работает там, да? Нет. Всё свободное время. Свободное – это когда не работаешь. Он помощь? Нет. Это игра в метро? Нет. Было хорошо, если бы подход подошла. Это проводит в метро. И не книга, я сразу скажу. Чёрт. Второй вариант, ящий метро. Может быть он кот? Да, да, да. Нет. Ну, Серёга да, Дима нет. Что Серёга сказал? Настоящее метро. Блин, теперь ты… То есть это не кот, хотя, по-моему, да, подходящий. Это животное? Нет. Давай. Это человек, там просто может по-другому. Да, Дима, да. Человек меня пушит, я отобьюсь и обязательно… У него метрофетер какой-нибудь, я не знаю. Нет. Дим, ну что делать? У меня всё пушишь. Нифигаси. Что поделать? Стон. Я ничего сделать не могу. Надо было, а, ты за Apple, ну тогда не знаю. Я и за Apple, и всё, что можно призвал, и всё, минус барак. Нифигаси. Пола. Ну, короче, я знаю, кого хейтит. Дима. Он меня отвлёк своими донетками. Нифига, я сидел, листал телефон, выбирал истории, и в итоге я… Что-то, Серёга, ты как-то не справляешься с хейтом меня, прямо скажем. Ну, Женя, ты знаешь, когда Клэйн был. У тебя, Серёга, какие-то фантомные хейты. Так, давай, давайте вернёмся к подземке. Короче, ещё раз. Макс проводит всё время свободное в метро, но там не работает, да? Да. Но он странный, я как бы сразу скажу, что он немножечко странный. Лебит кататься в метро, я не знаю. Эээ, нет. Он разрисовывал от метро график. Нет. Вот, вот там сказали, что тебе нужно? Ты что-то начинаешь? Так. Не знаю. Ходит голый. Девушка работает в метро. В плаще. Нет. Там замешан ещё какой-либо другой человек, кроме него? Да. Один человек? Это женщина? Да. Он приходит к девушке на работу? Нет. Он ворует метро? Нет. Или разрешает телефон от рельса? Нет. Вот это не креосант там или гайтера, я не помню. Что ещё можно делать? Давайте, давайте, давайте. Даш. Даш. Ого, я Серёге крепость добил, офигеть. Это я не в Дашу кинул, если чё. Хорошие у вас отношения, идиллия. Короче, Даш, этот вопрос. Макс всё своё свободное время проводит в метро, но он там не работает. Почему Макс? У меня вопрос. Я как его зовут? Не Макс? Ну, Томас, но это как бы... Томас. Ну, короче, неважно. Какой-то чувак проводит всё своё свободное время в метро, но он там не работает. Что это? Ну, типа просто... Хобби! Что ты себе хочешь? Не раз, любимый. Короче, понятно. Мне надо ответить за чё? Да. Какой-то чувак проводит всё время в метро, но он там не работает. Да. А, Дима, ты сейчас ко мне пойдёшь? А, или Серёжу ещё? Зачем ты ко мне повернул? Что там? Ладно, короче, понятно. Даша не самый интеллектуал в нашей семье. Даша чё? Что это наполкует? Надеюсь, она тебя наваляет. Я там тёплый пол включил. Серёга, когда Даша будет тебя бить, включай вебку. Да я же чё. А бить она тебя будет серьёзно, поэтому... А вадим нет. Я и прошу включить вебку. Мы, главное, не шутим. Блин, да чё ты... Димминг-герой вообще собрался тут в центре. Мои базы. Да чё жив. А чё, идеи-то есть у кого-нибудь ещё какие-нибудь? Как вообще можно свободное время в метро проводить? Чё там делать вообще? Ездить? Может, он в коме лежит и его возят по метро, чтобы он там... Он труп? Может, он спит, ему снится метро? Нет. Нет. А он может быть там каким-нибудь монстром из подземки? Нет. Ну, он человек, правильно? Да. Вот надо было... До того, как он кот, он монстр из подземки. Это всё, блядь, это человек. Он законно подхожил? Да. Он гуманоиды монстр? Ой, чё-то мы распиливаем Серёгиного коня тут. Знаете, ещё вам коняшек. Блин, а я же ничего не смогу отмортирую ещё вам. Так, чё он может делать в свободное время в метро? Уф. Так, хил. Сайланс. Не знаю, блин. А, вот эту, блин, вот эту штуку уже надо обязательно качать. Стой. Может, он там подрабатывает, хотя бы, ждёт, в свободное время. Ну, он там, короче, деньги получает или не получает? Нет. Нет, не получает или нет? Давай вопрос, чтобы я мог ответить, да или нет. Тогда, Фэлыч, Вадим. Он получает? Нет. Он получает удовольствие? Да. В метро. Там ещё какой-то другой человек замешан сказал, Вадим. Но он не сказал женщины. Ты спросил женщины, сказал да. Он влюблён в кого-то, кто работает в метро? Нет. Вадим, нет. Нет. У него ничего не связывают? Я не знаю, как без мата спросить, но... А, ты постарайся. Он адекватен? Нет. Нет? То есть это там, как бы совсем говорит. Ну, как бы так. Я немного не понял, я каким образом захватил дракона Диминова? А, этот у тебя герой. Захватывается? Да. О, у меня плюс один левел крита, кстати. То есть надо крит максим, мне кажется. Такс. Блин, ну что-то, Дима, зря ты запустил эту фишку с героем. Мы теперь тратим деньги, поскольку. Нормально будем героев качать. В принципе, да, конечно. Он занимается активной деятельностью или просто тупит в метро? Нет. А, Маклайвов? Да. Да. Да, что? Он занимается активной деятельностью? Нет. Нет. То есть он просто тупит в метро, да. Он с кем-то связан в метро? Да. С кем-то связан, да. Он не влюблен. Он не влюблен. Это женщина. С какой-то женщиной он в метро что-то делает. Вадим же сказал, что он не влюблен. Нет, ну ты сформулируй вопрос более конкретно. Он влюблен в кого-то, кто работает в метро? Нет. А в кого-то, кто связан с метро? Да. Он влюблен в кого-то, кто связан с метро? Он типа с какой-то бабой своей там катается условно? То есть она не работает в метро? Его баба покончила с собой на какой-то станции? Нет. На какой-то другой станции? Я не близка к этому. Он не может... А, да, кстати. Мы близки к ответу? В смысле, я... Ну, нет. Да, нет, наверное. Ну, как бы, если я не знаю, с какой-то точки зрения, да, с какой-то нет. Плохо отвечаешь. Ну, ладно. Можешь говорить только да, нет. Слушай, ну, блин, если я буду говорить только да, нет, то нам придется 6 партий в survival сыграть, отгадывая эту штуку. Мы только за. Не знаю, не знаю. Я думаю, на исходе второй вы будете уже и так не очень за. И он влюблен в кого-то женского повара. Да. Еще раз. Все, хорошо. Это зависит от того, что будет выиграть. И этот кто-то, этот человек, да. Да. Монстр подземки и не кошка. И этот кто-то жив. Нет. Нет, не жив. Он не покончил с собой. А этот кто-то покончил с собой? Неважно. Убили. Ну, короче, он мертвый. Он умер в подземке? Нет. Ну, неважно. Неважно, неважно. 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 Дракон безумный у Димы. Меня он пугает. Чего вы молчите все? Я тут один сижу отгадываю. Ну, ты просто один отгадываю. В смысле мы с Дашей с этим отгадываю. Ты же сказал, что я слабая звена на всеми? Теперь я отгадаю эту чертову загадку. Слыхали, да? Сейчас еще микрофон к Даши приближим. Да, давай. В общем, он влюблен в кого-то, какая-то как-то связан с метро. Меня Даша выхлечит. Я вслух рассуждаю. Он влюблен в кого-то, кто как-то связан с метро. Это человек не живой. Он постоянно проводит свое свободное время в метро. Это была девушка. Это неважно, где она умерла. Но с метро это как-то связано. Она говорит, осторожно, двери закрываются? Да, я вот здесь сказал. Да ладно? Да. Нет, это хрень полная. Вообще, я отгадка попая. Не, хрень. Ну, Даша всех вас порвала, короче. Меня даже. Даша слишком умная. Кто слабая звена-то? Так вы вдвоем слабые звенья тут. Ну, вообще-то ты сказал, что ваша семья на слабое звено. Ну, мы выиграли в итоге. Даша, что ты обидел? Это был психологический прием, чтобы Даша начала... Надеюсь, она тебя наваляет за этот психологический прием. Но в итоге он сработал, так что. Давай дальше, Вадим. Блин, я такую клевую тему помнил. А, во-во-во, я вспомнил, короче. Смотрите. Женщина увидела, как мужчина выходит из магазина и сразу же, как только она это увидела, она уволилась с работы. Что произошло? Женщина, которая... Она работала в этом магазине? Нет. Да блин, что-то эти штуки меня отвлекают очень сильно. Сейчас я скажу, что Вадим сказал. Женщина увидела, как какой-то мужик вышел из магазина и уволилась с работы. Она не работала в этом магазине. Он связан с ней? Вадим. Чего? Этот мужик с ней как-то связан? Да. Подожди, еще раз, а можно? Она в этом магазине работала, да? Нет. Женщина увидела, как какой-то мужик вышел из магазина... Она работала в морге. У вас все такие темы, блин, позитивные, но хотя после прошлого вопроса неудивительно. Блин, офигеть, ко мне штука идет. А этот мужик живой был, когда вышел? Да. Последнего надо спрашивать. Она поставила ему неправильный диагноз, говорила, что никогда не встанет и увидела, как он ходит. Нет. Нет. Она, правда, работала в сфере медицины? Нет. Она сейчас не связана? Кто с кем? Женщина видела как-нибудь этого мужика? Да, видела. А была травма у него, что он не мог ходить? Нет. Ой, страшно, от Жени идет такая толпа. Барак умирает. Мне нравится, короче, я загадываю, Дима с Серегой стараются потеять, угадывают, а Женя тут втихую меня кушает. А я пытаюсь не умереть, блин, от Дима. Я вижу, как ты пытаешься не умереть, блин. Он башенку потерял. Эти люди родственники или нет? Нет. Ну, не важно. Не важно. Не важно. Эти люди были знакомы? Да. Ну, просто малыш там какой-то мужик. Они влюблены друг в друга были? Не важно. Не важно? Это не важно. Это важно. Ну, извини. Что происходит вообще? Где герой? А вот я героя вижу. Где герой? А, это там у вас разборки. Питерские. Я не могу добавить прощал. Что это за девушка такая, которая могла уволиться. Девушка же. Жука из магазина. А важно то, что он именно из магазина выходил? Да. Или важно, что он выходил. Да. Это важно. А она с магазином как-то связана? Нет. Он выходил из портовольственного магазина? Нет. А важно, из какого магазина выходил? Из... Из Экшофа? Эээ, нет. Или из магазина, где мертвых продают. Давайте уж продолжать. Да герой просто. Мертвых продаешь? Что? Нурковат. Блин, надо было звездопад заюзать, короче, и не выпендриваться. Это был кондитерский магазин. А это, короче, толстый, а она диетолог. И он сорвался, а он решил все. Нет. Хорошая идея. Чтобы знать, на что толстых логить. Он был ее пациентом? Нет. Она не связана с медициной. Она не связана с медициной. Мы ожидаем уже. Ну, а тут Женя мы его дракону стырил, а? Он же не первый раз, кстати. Бежущая. Да, я же говорю, опять. Сфера ее деятельности важна для данной магазины. Так мы давайте, ладно, давайте, короче, попробуем просто узнать, что за магазин, какой, ну, примерно. Хорошо, канцелярский магазин. Нет. Одежда? Нет. Скорее всего, какой-то... Промтоварки? Связан с оружием? Нет. Титов? Нет. А еще можно? Еще магазины бывают. Оружие? Нет, я спросил уже. А, да. Магазин связанный с ядами? Нет. Магазин ядов. Это аптека была? Все у Екатерины Медичи. Драгсторг. Это аптека или нет? Ну, нет. Ну, видимо, значит, связан с аптекой как-то. Ну, вообще, я неправильно. Гомеопатия? Она такая, а, ты веришь, что один атом вылечит тебя? Я увольняюсь. Но нет. Женщина уволилась, да, или мужик? Женщина уволилась. Это вегетарианский магазин? Она увидела беременный мужика? Это магазин безглютеновых продуктов. Может, это мясная лавка, она, короче, типа... А, она веган, да? Да. Она такая, ах ты чертов мясоед! Не могу теперь работать. Ну, нет, я не знаю. Блин, что за магазин-то такой? Автомобильный магазин? Детский магазин? Нет. Магазин варежек? Магазин с мертвыми детьми? Нет. Блин. В этом названии магазина есть буква А? Да. Правильная буква. Б есть? Подожди, там... Не, ну так, блин, по буквам тупо. Это книжный магазин. На его направлении или название? И прям четко есть. Чего-чего-чего? Тип магазина какой-то описан, типа, продовольственный или название. Ну, а, ну, в смысле, название, типа, пятерочка, что ли? Да, еще такой. Не, типа, ритуальные услуги, там, проще. Ну, в смысле, ну, тип магазин. Ну, дить. Вадима сломали. Это магазин одежды? Нет. Блин, ну, я вам так подсказал, случайно. Ну, типа, про что-то с медициной связано, с аптекой там что-то связано. Ну, ты зациклился на этой фразе. Магазин протеза? Если это не аптека, да? Нет. Наркотиков? Магазин ампутации. Нет. Наркотиков в какой стране? США. Вам какую нашу кампутированную, правую или левую? Вы что, футураму не смотрели? Магазин, связанный с медициной. Там, ворот, не предлагали все, там, типа, жабры поставить. Меттехника какая-нибудь? Нет. Там лекарства продают? Нет. Там продают технику? Нет. Там продают людей? Нет. Там продают услуги? Нет. Товары. Товары. Товары для... Товары сделаны из дерева? Нет. Из металла? Ну, блин. Черт знает. Ну, блин, ну... Органические? Нет, ну, в смысле, вы спрашиваете, там участвуют, потому что, как бы, сделаны из... Ну, это очень... Сколько процентов тебе надо, чтобы... Какие вы сейчас живете? Турчит уже обезинно-медицинских товаров. Про магазины уже говорили. А может, да, реально, для беременных? Может, там, мужчин? Нет. Для беременных мужчин. Мы, конечно... Выско-специализированный такой. Для беременных детей? Я не знаю, ну, давайте уже какие-нибудь идеи вкидывайте. Женя вообще молчит сидит. Так Женя потеет, потому что... Это окулист? Ой, кстати, да, линзы какие-нибудь. Очки, линзы. Да. Господи, наконец-то. Женя молчит не просто так, а? Чего хоть? Очковые магазинки. А теперь как... Так, он купил для себя очки или линзы. Это был Супермен? Что я спрашиваю? Ну, ведь, что-то страшно. Ну, ты, может, реально, это, короче, был Супермен, он купил себе очки, а это женщина, которая писала про него все в газете и поняла, что это он, и все. Ты продолжай историю. Это, конечно, к нашему вопросу ничего общего не имеет, но довольно интересно слушать. Давайте, короче, у нас есть зацепка. Это магазин очков-линз-что-то еще. Вышел мужика тут. Пирожку. Он купил себе что-то из этого, либо очки, либо линзы, какая-то деваха его увидела, которая с ним знакома, и уволилась. Откуда-то? Потому что он в очках был похож на ее покойного отца. Это называется оптика, на самом деле, все общее. Факт. Ну, блин, тут участвует две вещи, работа и магазин. Магазин вы выяснили, значит. Причем она, при этом, она не врач, да? Нет. А у нее есть проблемы со зрением? Неважно. А у него есть проблемы. Она делала операцию, и у него случилось. Она не врач, она не может делать операцию. И мы. Вообще не важно. Ты приходишь, короче, и ты говоришь, мне нужна операция. Ты говоришь, ты не врач. Может, она заводит собак по батарей? Нет. Это был единственный клиент. А, типа, он купил очки. Чем ее вынят с работы? Он купил очень... Типа, медицина шагнула вперед, он купил очки и больше не нуждается. Ну, такая вот. Ну, нет. Такая медицина. Кто вообще может уволиться, увидев, как кто-то очки себе купил? Чего? Да мало ли дураков. Мои дриады как-то вообще не тащат. Зачем я Женю слушал? Они там в здании, они кулупают. То есть, они, конечно, пропушивают, типа, опасность создают. Крит рядом, но... Но они так же рядом и дохнут. Да. Сейчас, скажи, что это хреновое. У тебя еще четвертый парад оказывается. Я сейчас доделываю четвертый Крит. Так что, если сейчас они... Скажи, Вадим, а до этого он ходил в этот магазин, типа, это первый поход? Ну... Не важно. Может, он сказал ей, что пошел, короче, по проституткам, а сам пошел в магазин за чеками. И она уволилась. Она ему дала эти деньги. Логично, правда. Она дала ему на проститутки. Я такая, я-то тебе давал на женщин легкого поведения деньги, а ты с очки покупаешь. Я увольняюсь. Не знаю, откуда они за деньги. Мамочка, или как они там называются? Может, она работает, не знаю, моделью, а это ее спонсор был, и теперь он увидел, что она на самом деле стрёмная. Ой, это хорошая версия, Вадим. Но нет. Она на него работает? Нет. У-у-у, такая уже не пассивка-то. Я только сейчас увидел. Вадим, она на него работает? Нет. Она рандомная выбрала. Я ничего не брал. Она и ее работодатель как-то связан с этим мужиком? Да. Да. Она его жена? Так, подожди, а он что-то закупал, может быть? А, ну нет. Чего-чего? Он что-то покупал на работе этой женщины, и теперь вот с очками это ему не нужно? Нет. Он что-то покупал на работе этой женщины, и теперь он видит, что это увидит, что это херня, и оно ему будет не нужно. Нет. Блядь. Давай следующую. Нет, давайте. Нет, ну это логично, в отличие от прошлой. Прошлый, он типа мог голос записать, и все. А вот это вот прям логично. Прикорми черепах от Вадим нравится, она такая стоит, клевая. А ее могли уволить? И типа у него выбор уволиться, или ее тут касалили, она сама решила уволить. Получишь. Там не будет касать, там, x-полтора. Это ее решение, короче, уволиться или нет? Ее никто не вынуждал. Потому что она все равно фармит неплохо, на самом деле. Ну да, чуть ли даже. Ей минусы так это как-то. Наоборот, она вот так попушила. Мы заняться, ребята, или мы отгадываем. У меня нет вариантов. Я, правда, не знаю. Ты сдаешься в себя слишком рано. Вы про работу спрашиваете, типа, вместе ли они работают, там. Такой-то не в какой-то день работают. Они вместе, Вадим, работают? Вместе работают. Спасибо, Вадим, Академ. А она работала на этой работе из-за этого чувака? Ну, типа, теперь... Она его секретарша? Нет. Она вместо него что-то делала, что он не мог... В пирамиде рабочих отношений она выше него? Нет. Собождите, он вышел один из магазина? Да. Она помощница его? Какая-то. Ну, да. Типа, он ее начальник? Ну, нет. Нет, все-таки нет. Он начальник соседнего отдела? Нет. Она работает в компании и помогает слепым людям работать. Нет, полуслепым. Я тоже хожу в оптику, не значит, что слепой что-то. Это дискриминация. Нам видны, Женя. Утешай себя, Женя. Ты что, слепой? Ты себя вообще в зеркало видел? Ух, писец. Это какая-то жесть. Вот ты злой, просто. Я же что. Ну, это ты отпился, что ли? Офигеть. Я, да. Ну, я, блин, звездопад заюзал. Я права с обоих, в общем-то. Старайся. Давайте тоже какие-нибудь варианты спрашивать. И нам уже Вадим такую жирнющую подсказку дал, что они вместе работают. Что они, хрен пойми, в каких отношениях внутри компании. Они встречались? Не важно. Я же спросил, типа, есть такое, что она делала какую-то работу, только потому, что он плохо. Любовные отношения у них были, короче? Нет. Нет. Паде им. Нет, нет. 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 Любовных отношений не было. Что тогда его больно? Ну, не важно, не важно, не важно. Ну, в смысле так. Теперь он будет за нее работу делать? Нет. Ее необходимость в ней отпала? Нет. Вот, кстати, надо было сразу вот это спросить. Это бы избавило от 20 вопросов, наверное. В нем необходимость? Она дура? Ты все как бы сразу такой, Вадим, да, дура, все. Нет. Отгадали. Нет, я же говорю, все логично. Ну, в прошлой теме нелогично, потому что ты можешь там, не знаю, запись на компе включать, а здесь ее действия максимально логичны. До того, как эти очки он знал, что она... Может быть, очки солнечные, а она имит мейкер и поняла, что все. Нет. Нет. Серега, что ты говорил? Да я уже забыл. До того вот что-то. Вот мне понравился твой вопрос до того. Я не знаю, что ты дальше скажешь, но начало благообещающее. А я забыл, сейчас я попытаюсь заново сформулировать. Что-нибудь похоже на то, что я забыл. В этот магазин связан с его увольнением? Нет, Женя вообще нет. Он прозрел после этого? В смысле прозрел? Ну, купил очки и прозрел, или что? В смысле? В смысле, что они прозрел? Ну, купил очки для зрения и стал в очках для зрения лучше видеть. То есть до этого он очки не носил? Да. И линзы не носил? Он дурак? И видел, как крот, короче, 20 см. Нет. 30 см. Ну, блин. Да, короче, он плохо видел, а теперь хорошо видел. Ну, это неважно. Да, 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 да. Ну, она страшная. Она его мать? Нет. Она его дочь? Она родственник? Ну, неважно. Ну, неважно, неважно. Кстати, родственник, лучший вопрос. Неважно, неважно. Неважно. Она спит с начальником его? Нет. Очень важный вопрос. Ну, может быть, неважно, на самом деле. Да, блин, ну, вы все вот с одной точки зрения. Сначала выгоды, потом секс. Я уже не знаю, просто настолько нелайк. У вас все мотивации. Видишь, у нас очень узкий мир. Подсказка, второй этаж пирамиды Маслова. А что там? А загугли. Смотри, пирамиду Маслова, Даша, интернет. Ничего. Второй этаж пирамиды Маслова. Жесть. Идет ко мне. Ну, что вы творите? Безопасность. Безопасность. Да, Вадима, безопасность второй этаж. Я по себе учусь. Ну, блин, ты не веришь своей жене? Даша, побей его, если ты... Мы тебя спрашиваем. Ну, да, да. Сказанул про вторая. Безопасность. Страхи какие-то пропали. Страхи они могут пропасть. До этого он был... Может быть, наоборот. Можете мне задавать вопросы, если что. У него появились все сплахи. Да, да. Да? Да. Да. А на его когда... Сейчас опять все сказано, теория. И Вадим будет опять вы про секс думаете. Нет, ну, я... Ничего плохого... Ничего против не имею, точнее. Но просто есть другие еще мысли возможные. А важно, где они работают? Да. Да, важно. Сейчас Даша, короче, опять в клинице за два вопроса выигрывает. Они работают в сфере услуг? Нет, нет. В сфере продаж? Нет. В сфере производства? Нет. В модельной сфере? Нет. В сфере безопасности? Нет. Нет. В военной сфере? Тебе же Даша отвечает? Нет. Она уже знает ответ просто. Похоже, знает, да. Только еще не сформулировала его. Что? Ты смогу ли отбиться, интересно, или нет? Я споставляю пока все данные. А мы фигню порим, пока Вадим отвлекаем. Она бывает в опасности на работе? Да. Да. В пожарнике? Нет. В полицейске. Нет, это как-то связано с... Я не помню, он в аптеку заходил? Да, в оптику. Нет, он в оптику заходил. О, как у себя. А, точно, я же говорю. Он снайпер? Нет. С военным связано как? Нет. С опасностью для жизни. Видимо, да. Видимо, ее безопасность зависит от того зрения. Да. Угу. Я же... Нет. Ее безопасность... Но они не работают. Блин, что ли? Она уволилась, а не он. Она... Она уволилась. Если бы он был охранником, было бы проще. Давай, давай. Руби ее. Руби. Еее. Чувак, мы сейчас двух героев завалили рядом. Он вообще там прям... Их следование не дошло. Да просто... Руби, давайте поймем хотя бы сферу их деятельности. Связано с опасностью или с безопасностью. Ну, в смысле, да. Я же сказал, опасность для жизни. Это же довольно опасно. Правильно? Телохранители? Это... Нет. Сфера услуг, сфера развлечений. Да. Сфера пассажа. Сфера развлечений. Сфера развлечений. Сфера развлечений, и он в нее стреляет? Нет. Это не... Это не про... Кого-то развлекает. А, короче, он в нее кинжалы кидал. Да. А потом оказалось, что он ничего не видит. Да. Да. Да ладно? Да. Да, опять муженек. Там, походу, вся семья умная. Ну, у Щербины рулят. Посмотрите, опять Даша вклинилась, и мы за минуту отгадали. Причем угадал ты. Угадала просто Даша, но на бумажке написала. Да, да, да. Типа. У меня ощущение, что я где-то слышал вот эту вот донетку, но я вообще, она просто из головы вылезала. Так они все из баянов, по сути, сделаны. Потому что, ну да. Давай еще, еще пока там кто-то терпит. Да блин, мне надоело на самом деле. Ты в самом начале вклинишься, и будешь, короче, всем показывать вас. Меня, я собираю эти данные. Данные. Причем вклиниваться. Я уверен, в комментариях будут писать, вот дебилы, вообще, я такую простую не могу сказать. Я тебе могу без комментариев сказать, вот будь дебилы. Теперь мне эти идеи нравятся. Говори за себя, Жень. Просто цирк, он вообще как бы не в голове. Совершенно находится в современных людей. Ну что, Вадим, даешь еще? О, блин, ну в телефоне у меня вот фигня. Я постараюсь по памяти, но извините, будет кривовато. Двое мужчин позвонили в дверь, зашли и очень быстро вышли, ну поблагодарили и очень быстро вышли. Что произошло? Это менты были? Среди реговы? Нет. Давай по порядку. Это были менты? Нет. За что им благодарить? Кстати, Вадим, ты же в теме истории про чайных промоутеров. Конечно. Я им каждый раз говорю, вам не стыдно обманывать. Да ладно, ты их видел? В смысле, я даже внутрь заходил. Да ладно, и чё, как? Ну там чел впаривает, типа, он так все очень хитро делает, говорит, типа, оставите деньги. Типа, вот вам бесплатно чай, типа. Вот. Ну короче. Ай, блин, то ли башка у меня тормозит, то ли мышка. Ну что-то я боюсь, что все-таки... Всё? Вадим еще ждать. Два чувака зашли, поблагодарили и ушли, да? Ну да, позвонили в дверь, зашли в квартиру, довольно быстро вышли, поблагодарили, довольно быстро вышли. Поблагодарили и быстро вышли. Короче, это менты или нет? Да блин, ты сдолбал, ты же третий раз спрашиваешь. Я говорю, нет. Те, те, кто звонили, они, ну... Жители квартиры что-то сделали хорошее от тех, кто звонил? Да. Ну, ну, да. Значит. Начни менты точно. Они, они, денег, они, денег. Нет. Им что-то передали? Так, давайте, чтобы мне не пришлось пол-видео все-таки вырезать. Блин, мне похоже... Ну, я поэтому сразу говорю. Там все мужчины? Не важно. Это промоутеры? Нет. Ты бисексуал? Короче, это промоутеры? Нет. Блятерек, давай ты не будешь по шесть раз один и тот же вопрос задавать. Так ты просто не отвечаешь мне... Так я сказал нет два раза. Ты, видимо, в голове все ответил нет там, типа, пока скины прожимал на дереве. Блин, меня запушили. С религией связано? Нет. Они снащены менты дверью? Нет. Нет. Все, нет. Два раза, сути! Это типа на мой вопрос, который я сейчас не сказал. Нет, Женя тоже задал вопрос, я тоже сказал нет. Просто два нет, это да. Это понимает, нам принципиально важно, что хорошего они сделают или нет. Ну, вообще, в чем эта ситуация состояла? А, ну, что хорошего? Нам про ситуацию. Ну, да. Да. Хренит, что ты... Ты четыре героя послал, что ли? Откуда четыре? Ну, три здесь точно. А, три вижу, да. А в квартире сколько людей было? Нет, четвертый в миде точно. Нет, точно. И их гендерный состав тоже не важен. Но их было больше одного. Кого? Что это не важно. Блин. Здесь можно было уточнить ту же штуку. Они зашли, потому что это их работа? Да. На самом деле, Дим думал, ты не убьешь героев, потому что мы идем... Это государственная работа или частная, типа, продажная? Ну, ты задал вопрос, чтобы можно было ответить, да или нет? Государственная? Ну, нет. Они собирали подписи? Нет. Политика связана? Нет. С деньгами хоть как-то связана? Ну, блин, это же не государственная, значит, частная, значит, связана с деньгами. Значит, да. Там все связано с деньгами. Ну, да. Они что-то продавали? Нет. Они что-то отдавали? Уже нет. У меня взрывается башка уже. Блин, ну ты такие вопросы очень скользкие задал. Я, возможно, ты не совсем меня понял в каких-то моментах. Я вообще не понимаю, что тут вообще загадано. Они пришли с коммерческой службы, зашли, там, позвонили в дверь. Была презентация. Важно, что они звонили? Важно, что они звонили? Наверное, важность загадки. В смысле, важно, что они звонили? Ну, в смысле, чтобы попасть. Попасть. Не вломились, да? Это важно. Да. Они были максимально корректны? При этом они ничего не продали. Подарили что-то? Может, им подарили что-то? Может, они что-то забрали? Им что-то дали? Нет. Им что-то дали? И они ничего не дали? Да. Их пригласили в эту квартиру? Они вернились, ушли. Что, Женя, говоришь? Их пригласили в эту квартиру? Этим людям угрожали? Нет. Подождём, как мне. В смысле, я... Как бы... Вопрос в чём случал? Они зашли в квартиру. Да. Поплакатырили и вышли. Да. Их туда пригласили изначально? Нет. Тима, серьёзно? О, Женя, я предлагаю ответить ему тем же. Как тебе такая идея? Асбут, я прокачаю. Я же не думал, что он такой подлый. Ну, качай, работай. Так, ещё раз их пригласили в квартиру или не пригласили? Ну, в смысле... Пригласили? Вы имеете в виду заранее, что ли, или что? Да. А нет. Нет, ну, типа, им были рады? Неважно. Съемный престоль. Ну, это коммерческая же служба. Мне кажется, я понимаю, что я там зарабатываю, как в черте. Неважно, да? Вадим, у тебя маны есть? Ну, маны-то есть, да. Вадим, в общем. Ну, мне сейчас ещё грейды делать. То есть, у меня сейчас ещё нам нужна помощь. Я по поводу этого артбука расскажу. Хорошо. Мне кажется, что Женя сам разберётся. Он самый умный. Ну, что-то вообще, эти дельфы, нифига не дамажит, что-то. Ой-ой. Что-то мой союзничек, боюсь, не доживёт. Не, он тут доживёт, как раз, короче, что-то как раз-таки дожил. У него же это антихеро, у меня вот герои пришли к нему, это просто... Я на самом деле затупил, а забыл, что я их отправил. Ну, я зря ультанул, конечно. Так, а что ещё можно сделать? А какие там грейды нужны? Седьмые, да? Для того, чтобы жахнуть? Ну, смотри, чем. Что-то у меня у зданий двина, одиннадцатый грейд. Я неужели одиннадцать грейдов на атаку сделал? Да. Я вроде не так часто его качал. Что-то я как-то вообще с этими донетками совсем отвлёкся. Кстати, товарищи зрители, пишите в комментах, как вам такая фишка. Ну, то есть, это писец отвлекает от геймплея, но, может быть, вам нравится. Я, короче, всё, я и сяк. И сяк, золотой рудник обрушился? Мы так уже первые два вопроса выгадали, наше семейство. А, не седьмой армор, блин. Блин, главное не отдаться тут Жене. Семейство ваше. Ого, Женя, молодец. У нас русская ролевка. А ты выбрал в один барак, что ли? Ну, да. Так она дешевле. Неплохо. А, ты причём в мой барак ему снёс. А у тебя будет ещё на вторую ульту? Ну, если я прокачаю ману, да, будет. Ага. Блин, у меня от него идёт джейп вообще. Ну, я отобьюсь, наверное. А эти люди, они в квартиру пришли? Ладно, раз вот так. В смысле, в квартиру пришли? Ну, они зашли в квартиру. Ты у меня барак сломаешь? Да. Ну, с чем? Ну, с чё ты? Ой, молодично. В смысле, Серёга, они пришли в квартиру, да, в этом, типа, условие было. Ага. Ну, что они пришли в квартиру? Ну, они зашли туда, да. Ну, или ты имеешь в виду их цель, цель вообще, вообще, деятельности было, прийти в квартиру, типа, или нет? Не знаю, короче, я всё, я пошёл гуглить. Ну, да, такое легко гуглиться. Ну, просто было бы, если бы они были в свете линейковых. Ну, нет. Ну, нет, это не так. Ну, я нашёл какой-то вариант, но он вообще с Вадимовским не перекликается никак по его ответам. Ну, какой? Насилие связано с тем, что произошло? Нет. Иначе игры не перекликается. Блин, а черепаха умирать вообще будет сегодня, интересно, или нет? Зачем? Что-то она какая-то вообще бешеная. Черепах не любишь? Не, я очень люблю черепах, но вот эта конкретно черепаха доставляет мне некий дискомфорт. Ну, надо вот этого сначала, что ли, добить. Фиг знает вообще. Но черепаха какая-то вообще нереальная. Тут черепаха там какого, он 17 левел. Ну и что? Ну, а мои герои тоже не первого. Так, бараков нет. Одного. А твои бараки стоят на моей базе, да? Да. Ну, типа юниты не спавнятся. Ну, в смысле, а смида-то они приходят. Сейчас уже и слева там частично. Не, ну, черепаха как-то посильнее. Не, ну, чувак с дреновым, он как бы так себе, конечно. Кстати, вот эту... Чувак с языком не очень занимается. Вот эту историю, кстати, на удивление, очень быстро угадали. Когда я играл вот с ребятами в коттедже на выходных. А одну, какую-то другую, не помню, там дольше угадали. Ну, я подозреваю, что ребята, которые играли в коттедже, их не отвлекал с survival house. Нет, так я же говорю, какой-то наоборот... Ну, интересно, кстати, вот как логика идет. Ну, у вас-то понятно, как бы, перекос на определенные темы. Пару робких вопросов, связано ли это с деньгами, потом сразу на секс. Вариантов больше нет. Видимо, все пирамиды потребностей. До второго этажа не дошли, да? Да. А кому это интересно? Ну, чё, какое-то. Я тут нашел всякие тучи, просто тупейшие донетки, я могу прочитать. Ой, ну тупейших, тупейших, у меня полный телефон там. Он не тупейший. Ну, вот пример, типа, пришел мужчина домой, не увидел опилок и повесился. Почему? Я вам сейчас могу рассказать ответ, это просто тупейшие... Я не знаю. Короче, ответ. Мужчина был карликом и артистом цирка. Он остановился в отеле, и хозяин во время его отсутствия, желая угодить гостю, подпилил ножки мебели под его рост, после чего убрал за собой опилки. Вернувшись, карлик обнаружил мебель по росту и решил, что он вырос, а значит, его карьере конец, и повесился с горя. Вот это просто дичь какая-то. Я говорю, мои темы, это еще нормально. А, давайте я свою-то историю расскажу, в чем фишка. Короче, ребята тащили мебель, и надо было разойтись, они позвонили в дверь к случайному человеку, зашли к нему, те протащили в этот момент, которые в другую сторону тащили, и они разошлись таким образом. Вообще бы никогда не обгадали. Я бы жизнь не быть угадалом. Я бы еще не пустил двух людей с диваном. А ты что, они зашли с дивана, ты на них напал, отпинал, отобрал диван. Нормально. Как получить халявный диван? Просто не знаю. Без регистрации СМС. Да. Что, за 10 тысяч надо делать, грейд? Блин, опять ко мне черепаха идет, да за что, юпрстэ? Я от прошлого такой, как отбился. Ну, отбился же. Ну, отбился-то, да. Не, ну, кстати, без потери зданий, что тоже. Ну, потому что я уже потерял здание в ту сторону. Я вообще думал, я буду на втором месте, но что-то получается, я так... Меня как-то... Ну, тимминг тащит, всегда. Развалили в хлам причем. Так второе место в Сурвайвеле же нет второго места, в Сурвайвеле есть только первое. Ну, еще первым отлететь, как бы, но это чисто для неньких категории. Тимминг раз отлетит, но Тимминг выхилил Фурион просто. А то, что Тимминг выхилил Фурион, это очень плохо, потому что у меня от черепахи неким отбиваться. Вообще все герои, по-моему, здесь, да? Ну, кроме первого. Ну, первый, наверное, закончился, что-то я его слишком часто видел. Первый слишком часто отлетал от черепахи, конечно. Ну, он от черепахи-то больше всего отлетает, конечно, за счет... Ну, потому что милишник. Блин, я вот тут вот делаю грейд на чакру, но боюсь, что он не доделается. Блин, такие у эльф... А, у эльфа же, типа, дебаф на скорость грейдов. Они же такие сильные, надо их дебафнуть. На чакру? Да. На рикошет. А, на чакрум? Ох. Типа, не узнал таким образом, да? Ну, чакры и чакрум должны. Вещи. Ну, нифига себе, куда чакру нашел, все. Потеряли, Вадима. Не бывает, что когда ты что-то скажешь по-другому, и типа, ну, типа, не угадать, но тут, типа... Ой, не знаю, короче, вот идет ко мне черепаха, у меня вроде все, в общем-то, неплохо, но я понимаю, что черепаха... Это конец для моей империи. Да, это не похоже на он. Хотя... Ну, она взорвется, сейчас оба главное здание, там, хиг знает. Думаешь, взорвет, я все-таки надеюсь, что... Ну, в смысле, не полностью, я имею в виду, что у него будет мало хп. Ну, Дим, у тебя, вон, помидыщик. Да, у меня-то как будто все тоже вращение не очень хорошо. У тебя есть этот спелл. Давайте я вам загадаю Донетку, вы, наверное, с ней справитесь, потому что тут нельзя задать вопросы про секс, насилие и деньги. Наших надо... И когда они вопросов не будут задавать. Кому она интересна? Ну, давайте, давайте. Человек выпрыгнул из самолета без парашюта, но остался жив. Каким образом? Блин, самолет не летел. Все, короче, Вадим, да Вадим знал этот. Да, в смысле, а что, ну... Блин, это из разряда, типа, что-то там коза отошла, что-то там на 10 метров, хотя, там, типа, у нее был поводок на метр, что-то такое, типа, что произошло. Такие же гениальные загадки. Ну, ладно. Задам вам что-нибудь посложнее. Давай. Чем-то, типа, выиграл? Ну, походу. Давайте. Ну, видишь, Репаха без бараков, она не тащит. Давайте, короче, перед сном женщина спрятала свою туфлю в сейф. Зачем? Каргал же. А, ну я знаю эту историю. Ну, не, в смысле, пусть другие угадывают, я бы не молчу. Ну, я думаю, что на них нет смысла рассчитывать. Ну, давайте, ребята. Мне нравится. Так у нее на воздух пассивка. Че? На воздух. Ой, не затащил на воздух. Я за 10 тысяч делаю игры. Молодец. Я уже поздно, все, как бы, диму проиграл. Вон, сейчас медовая пачка вторая, если подойдет, там уже будет ГГ. Фух, дряды затащили. Хорошо, что Женя посоветовал дряд. Действительно. У нас survival превращается в манчкин. На этом манчкине надо, типа, быть вторым. Потому что топ-1 затопят. В долгой игре надо быть топ-3, чтобы выиграть. Вот. А здесь в турбе реально надо быть топ-2. Потому что топ-1 затопят. И топ-2 такое скромненько. Ну, хотя непонятно, был я топ-2 или топ-3. Понятно одно, что Серега топ-4. Зато мы отличились в Донетках. Да, отличились. Ну, Диме, на всякий случай, я этот видос на монтаж дам. Ну, типа, Даша на моей стороне. Мы заодно. Ты ее спроси, кто лучше. Кто это угадал? Она или ты? Женя, ульта затащила. Ульта, ульта, ульта. Даша, кто лучше, я или Женя? Что-то я при чем вообще? Она спросила, за кем я замужем. Мне кажется, ответ очевиден, Женя. Я лучше, чем ты. Я лучше, да? А она мазохист? Может быть, я... Ну, фига, у нас разница в 700 голды. Жесть, блин, а я не посмотрел, кстати. Ну, те, кому нужно... Кто будет ныть что-то, типа, табличка недолго. Прям запаузить. Типа, 101 600, у меня 100 900. Ну, эльфы, они вот слишком. Вот эти вот... Третий грейд на чакрум, который делается там, я не знаю, сколько. Ну, например, минут 7. И ты получаешь один дополнительный отскок, который дамажит там очень значительно слабее. Как-то так, очень вяло. Ну, блин, ну и, конечно, черепаха значительно сильнее Тинника. Дофига узнают, кстати. Ну, в смысле, одна черепаха разваливает два героя, один Тинник не разваливает двух героев. Не знаю. Вообще, Тинник очень... Тинник сильнее черепахи. В смысле? Типа. Ну, не знаю. Я не согласен. Я не знаю, как его сейчас забалансили, но если вы не трогали, то он сильнее черепахи. Это вы учтите, что у меня еще два героя рейнжа, а есть расы, где не особо там... Ну, в смысле, где... Ну, два героя базовых рейнжа. А если, блин, у тебя какие-нибудь Турены, где почти там все герои... А, или что, или там сколько героев милишников? Ну, два из трех героев. Ну, да. То есть, они-то вообще... То есть, милишники об черепаху вообще улетают. У Тинни нет такого... Ну, как, например, есть Жук, который прям всех героев ядом 100% убивает довольно... Ну, не так быстро, но 100% убивает. Также вот у черепахи, типа, обилка. Любой милишник от нее отлетит, не успев особо ничего сделать. У Тинника нет вот какой-то такой сверхспособности. Ну, не знаю. Я, конечно, мало играл в последнее время. Войск убиток, кстати, больше всего у Димы, потому что он убивал пеньков моих. Да? Да, я думаю... Он еще снес одного, снес второго. Нет, просто я у вас. Ну, между вами был. А, между двух живущих. А, ну, а я с Женей, ну, тоже же воевал. У вас меньше. То есть, у нас дольше проходы. Да, нет, что когда сносится человек один, то вот в эту сторону Барагу два раза реже спаунит юнитов. Ну, конечно, мои знания с Урва, да, очень обширные. Ну, это ж, ну, просто эта тема всегда была. Я знаю, я знаю. Ну, просто, да. Ну, ты не забывай, что я в Сурв играл значительно меньше, чем... Потому что когда я куда-нибудь в Вьетнам на два месяца уезжал... Мы тоже как бы очень давно не играли. Нет, так я же не говорю, что давно. Сейчас, да. Сейчас давно, но раньше-то играли. Ну, просто тема, типа, вообще всегда была. Да, 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 да. Не, ну, конечно, я помню, когда-то в Сурв поиграл на боте с ребятами, не комментируя, это вообще-то реально другая игра. То есть, у меня настолько больше времени, я постоянно проверял, у кого какие грейды, типа, этот грейдит атаку, там. Ну, то есть, времени, конечно, значительно больше. Кто-то, конечно, недооценивает вот отвлекательность комментариев. Ну, я думаю, про Донетки все поймут, что это писец, как отвлекает, когда... Еще Серега, если же вопрос три раза задает, ну, чисто поиздеваться, наверное. Я бы подумал, что он глупый, но он отгадал. Так что... Туфлю в сейф он спрятал, и все у него хорошо. Ладно, всем пока.